Зовут меня Чернов Евгений, я работаю руководителем отдела анализа запросов. Собственно, по две лекции у меня будут посвящены запросам. Почему это важно? Запросы — это единственный фактический интерфейс взаимодействия пользователя с поисковиком. Человек изводит только запрос, и дальше поиск должен понять, что же человек хочет от этого поиска. Вообще разные поисковики делают еще всякие дополнительные настройки. Можно указать какие-то фильтры, еще какие-то настройки. Но, как правило, чем поиск хуже, тем больше этих настройок. Чем поиск лучше, тем меньше этих настройок, и тем остается одна поисковая строка. Чем поиск интеллектуальный, тем он лучше понимает, что пользователь хотел вести, когда он ввел этот запрос. Что он хотел найти. Сегодня у нас селекция будет посвящена исправлению отпечаток в запросах, потому что их довольно много. Если мы их не исправляем, мы ищем плохо, пользователь не удовлетворен, ему приходится как минимум самому переформулировать и исправить отпечатки, ну или вообще уходить, расстраиваться, что поиск ничего не нашел. Поэтому сразу такой вот вопрос. Как вы думаете, какая самая популярная ошибка в таком запросе? С? Правильно. А дальше? Ну вот какие-то... Наверное, я буду на клавиату эти поверные. Есть самый простой, это другая. А, да, да, да. Почти язык другой. Другая раскладка, правильно. Дальше у нас одноклассники. Это патологические случаи. Это надо взывать компьютер, запрашивать. Почему? Вы думаете, какие пользователи? Все знают, как писать, что ли? Придумали сложное название своего сервиса? Дальше у нас недонабранный запрос фактически набирают, но не до конца. Две ошибки одновременно и здесь, и здесь. Дальше ошибка с одной S, но в другой раскладке. Да, это вот такая вот без одной S. Ну и так далее. Поменяли местами буквы. Вот это классический. Это местами там пропущено. Вот, но класс. Ну да, пропущена. Пропущена буква и так далее. Вот еще, значит, много. Я просто топ-топ взял с ошибками, которые в той обычно не справляются. Так вот, как вы видите, даже такой популярный запрос, его можно набрать уймой разных способов, и, собственно, так и набирается. И везде пользователи хотят одного и того же. Соответственно, поиск должен как-то это делать, справлять. Чтобы понимать, как построить вообще опечаточник и как он должен вообще работать, надо посмотреть, какие вообще ошибки бывают. Итак, ошибки бывают в следующих видах. Первое – это ошибка в букве. Понятно, когда пишут просто либо орфографически неправильно, либо просто опечатка какая-то, это, собственно, ошибка в букве. Живые обои, каталоги – это просто, ну, это реальный запрос. Просто такие запросы, которые такие ошибки совершаются. Дальше. Пропуск буквы. Набирают, как у нас в одноклассниках, да, одна S, там, качественные с одной N написано, там, просто пропустил букву скачать игру и так далее. Просто пропустили букву. Значит, справление здесь нужно вставить букву в нужное место. Наоборот, набрали лишнюю букву. Часто бывает, когда набирают по клавиатуре, нажимают такую соседнюю клавишу, получается, там, и ци, там, да, и так далее. Опять же, поменяли буквы местами. Именно на клавиатуре, когда набирают, там на письме такое редко, да, на клавиатуре, когда набирают, такое часто. Когда сначала одну букву набрали, потом другую. Естественно, скачьте и так далее, он тут закрывает. Просто поменяли буквы местами. Дальше. Отдельный тип ошибок, связанный с пробелом. Когда мы либо пропускаем пробел, тогда у нас слова склеиваются. Причем вот это вот, такое слово не существует, скорее всего, да? Его нужно расклеивать для того, чтобы что-то вообще по нему найти. Или вот это вот. Склеилось два слова, их нужно как-то расклеить. И наоборот, человек составляет лишний пробел. Опять же, либо по незнанию, либо случайно он составляет. Но в итоге правильное слово, оно расклеивается на два каких-то там неправильных, скажем так, слова. Или там правильных, но тогда смысл другой. Соответственно, что вы стандартно расклеиваете? Макбук и так далее. Просто расклик. Далее отдельный тип – это перераскладка и транслит. Перераскладка, как мы уже видели. Слово «одноклассники» в другой раскладке латинскими буквами выглядит таким образом. И наоборот, если у нас популярный запрос, например, «ВК», приводит к тому, что есть на кириллице популярный запрос «МЛ». Просто потому, что это в другой раскладке тоже запрос «ВК». Опять же, нужно понимать, что это не машин, например, какой-нибудь, а это «ВКонтакте». Транслитерация – это такой отдельный вид опечаточника, хотя в общем случае его можно выделять даже не в такой опечаточник, а просто в отдельную систему, которая переводит запрос, набранный транслитом, в правильный запрос, написанный по-русски, чтобы можно было его искать. Не просто тексты искать, где написано ровно так, а искать тексты, где написано еще и так. Соответственно, транслитерация должна быть в одну сторону и в другую сторону, когда мы русский текст пишем латиницей и когда мы, собственно, английский текст пишем кириллицей. Тоже в две стороны. Ну и, собственно, самые сложные ошибки – это смешанные ошибки, когда у нас есть много ошибок одновременно. Что вот это такое, как вы думаете? Начнем разбирать. Первая, скорее всего, ошибка – это здесь перераскладка. Если изменить перераскладку, то получится вот такое. Дальше здесь расклейка. Мы должны разделить два слова. О, Господи. Дальше у нас здесь еще есть некоторые ошибки. Мы пропустили две буквы N и так далее. Пропуск букв и, собственно, две неправильные буквы. Человек набрал такой запрос, он ошибся, пропустил, там еще неправильные раскладки набрал. И вот это надо исправить. То есть по вот этому запросу нужно, в общем-то, сделать как-то поочередно его, вот, исправить эти ошибки и получить, собственно, самый правильный запрос. Соответственно, когда у нас вот такие вот комбинации еще многих и различных ошибок – это такие самые сложные случаи. Ну и кроме того, есть еще сложные случаи, когда у нас непонятно, что, собственно, пользователь хотел набрать. Например, запрос «погода». Вроде как понятно, что здесь есть ошибка, да, через «а». С другой стороны, есть слово «пагода». Здесь слово «пагода», поэтому непонятно. Вот вылчек «погода» – исправлять, не исправлять, может, он реально пагоду искал. Дальше. В NC. В NC – это что, Virtual Network Computing или это МТС? Просто другой раскладки. Вот как вы думаете, что это такое? На МТС больше похоже. Больше похоже на МТС, да. А если вы реально искали вечеринку этого компьютера? Кстати, не знаю, но мне кажется, что они еще МВС и сразу сказать, что в чем это. Потому что мы же сначала должны попробовать найти кто-то слов, который ищется, а потом понять, что нужно. Предложить свое количество найденных страниц очень маленькое. Классная идея – попробовать найти сначала, что ищется. К сожалению, далеко не станет реализуемо, потому что сама система опечаток. Она должна часто работать изолированно вообще от того, что ты ищешь. Но это правда, что использовать результаты поиска – это хорошая идея. Да, но так Google еще, кстати, он пытается найти, но предлагает исправить. То есть он совсем не находит? Не-не-не, понятное дело, что результаты поиска используются. К тому, что много где опечаточник нужен никак и не только вместе с результатами поиска. Потому что в целом у тебя система, ты ввел текст, тебе нужно, наверное, исправить ошибки. Ты не можешь постоянно идти в поиск, поискать. Но в общем случае, да, это правильно. И тоже правильная идея вы произнесли, что популярнее МТС, условно говоря. Поэтому даже так кажется изначально, что если МТС популяреннее, чем ВНС, то вроде как нужно его показывать. Опять же, насколько популярен, какую границу выбрать, как вообще она выбирается, что такое популярен, где мы определяем, что такое популярен. Это дальше все. В целом, вот уже идея интересная и понятная. Хорошо. Дальше, собственно, отдельный класс – это домены. Домены могут быть разные, называют их по-разному. Естественно, когда в запросе вводят название домена, мы должны вообще понимать, это домен, не домен, исправлять его, не исправлять. Потому что вот есть такой домен, часто этого, по-моему, нет. Но когда делали систему, такой был домен, это просто кастрюля, набранная в другой расстатке. Это настоящий казахский домен, .kz. Естественно, такой вот домен мы спокойно исправляли в кастрюле и искали совершенно то, что надо. Естественно, тоже каким-то образом надо понимать, почему их нужно исправлять, не нужно исправлять. Популярный это домен, потому что доменов там вообще море существует. Их, может быть, никто никогда не ищет, такие домены, но они есть. Окей. Поэтому, собственно, название моделей тоже довольно проблемная вещь, потому что какой-то набор букв, цифр, там чего угодно может быть, мы можем, опять же, понять, что это неправильная раскладка, это там Крым оказывается. Естественно, опять же, нужно каким-то образом понимать, исправлять, не исправлять. И, собственно, учет контекста, когда у вас в одном случае слово не содержит ошибку, в другом случае оно уже содержит ошибку. Как понять, как различить эти случаи? Различаются они одним единственным образом, это учет тех слов, которые стоят рядом. Да, без контекста вы не поймете, нужно здесь исправить или не нужно, потому что такое слово существует. Зачем это исправлять? Вместе они не существуют. Хорошо. Если посмотреть на статистику, то где-то примерно 11% запросов в потоке имеют ошибки. Ошибки распространены примерно следующим образом. Вот 33%, там 34% почти, это арфография. То есть просто народ неправильно пишет, ну или лень, там правильно как-то писать, подумать. Дальше 19% это опечатки. На клавиатуре быстро спешили там, перепутали слова и так далее, набрали неправильно. Потом отдельно фамилия бренды. Опять же, это отдельная история, потому что фамилии разные будут, ну особенно названия, бренды, все эти имена. Имена собственные, это все-таки такая специфическая история. Там могут быть ошибки, которые не такие, как в нормальном языке. Дальше 18% транслитерация. Пробелы есть еще, вот контекстных прям так явно выделяется не так много. Ну иностранные слова там еще выделяются. Есть еще такая вещь, когда вы исправили запрос, когда вы исправили ошибку, вам нужно показать пользователю, что вы ее исправили. Здесь возможны варианты. Во-первых, вы можете исправить ошибку и сказать, что все, вот вы ввели запрос, а мы его исправили, и теперь ищем по другому запросу. Типа ввели запрос в PTIN, вы сказали, что мы его исправили, и сообщаем пользователю, мы вот исправили твой запрос, если хочешь, отмени это исправление. Если мы не уверены, почему-то, что пользователь совершил ошибку, и может быть и так, и так, то можно предложить, что вы ввели вот такой запрос, но, возможно, вы имели в виду вот это, например. И еще один вариант, когда и тот, и другой запрос, в общем-то, нормальный, то есть по ним есть какая-то выдача, мы можем эти выдачи смешать и сказать, что вот по этому запросу у нас выдача сформирована из двух запросов, там документы перемешаны. Все три вот этих вот варианта есть, в общем-то, у всех поисковиков, более-менее. У Google, там, у Яндекса, у всех есть вот это смешение, ну и вот эти вот исправления, там, и предложения. Поэтому, кроме того, что мы исправили, мы должны еще и понять, насколько, как бы, вероятно это исправление, как пользователю это предлагать. Хорошо, давайте теперь построим простой опечаточник. Такой вот, самый элементарный. Как он может быть устроен? Берем слово, ищем его в словаре. Если в словаре его нету, ну раз слова нет в словаре, очевидно, в нем ошибка. Правильно? Ну, если бы оно было нормально, оно должно быть в словаре. Теперь, если в слове ошибка, нам нужно найти, как бы, во что его исправить. Берем наш словарь, ищем ближайшее к нему слово, исправляем. Все. Казалось бы, ну все, как бы лекция закончена. На самом деле, вот такой алгоритм простого опечаточника, он, в общем-то, довольно простой. Берем слово, ищем в словаре, если его там нету, ищем ближайшее, показываем ближайшее, как исправить. Теперь давайте разбираться. Вообще, где используется? Используется много где. Обычно это браузеры, текстовый редактор. Вот все эти опечаточники устроены примерно подобным образом. Берем обычный Word, берем текст. Он содержит ошибку в слове собака. Подчеркивается, такого слова нет в словаре. Вот это подчеркивает, означает, слово нет в словаре такого. Нажимаем на правильную клавишу, нам показывает, что вы можете его исправить. Вот это собака, слабака, абака и так далее. Нашли ближайшие слова из словаря, показываем варианты предложения. Все, пользователь набирает, выбирает нужное ему слово, исправит опечатку. В принципе, уже даже вот так в поиске сделать не очень реально, потому что мы не можем сказать пользователю, давай выбери, тут куча вариантов мы вам предложили, выбирай. Ему должно выбрать лучшее за него, и, собственно, его показать. Недостатки какие у этого варианта? Контекст не учитывается. То, что он там выдал слабака, ну, это какой-то получится фигня, если мы заменим слабака, да? Что-то так удивительно живут, это слабака такса. То есть, причем, если мы заменим, ошибки уже не будет. Слово уже, да, слабака там. Слово уже есть фактически в словаре, но получается, в общем, полный бред. Лучше оставить, как было. Потом, словарь может быть неполным. Например, опечаточник слова такого нет в словаре. Поэтому он показывает, что такого слова нет, но даже вариантов не предлагает, потому что все варианты очень далеко от этого оставят. Ближайший. Опять же, есть ошибка, но в словаре такое слово есть. Всемирный потом. Слово потом есть в словаре. Соответственно, это мы даже не считаем за ошибку, не то, чтобы найти правильный вариант. И там у нас получается, опечаточник вроде простой, но здесь мы не можем выбрать правильное слово, потому что контекст не учитываемый. Здесь у нас словарь неполный, хотя слово может такое существовать. А таких слов на самом деле очень много, которые существуют, их набирают в запросе, но по сути в орфографическом языке их не существует, в словаре их не существует. Это все, что там в интернете постоянно придумывается, какие-то новые сериалы, новые мемы, ничоси там какой-то появился, например, как он появляется, мы его начинаем исправлять, уже там через сутки мы его уже не должны исправлять, потому что это уже там слово, которое уже всем известно. Ждун появился, и он там исправлялся в какой-нибудь дзун, там какой-то, не помню, что такое. Все, он появился, значит через сутки его уже нельзя исправлять, оно уже должно идти как обычно слово. Естественно, в орфографическом словаре такого не будет слова, или будет там лет через много, ждать невозможно. Соответственно, опять же, если слово есть в словаре, это не означает, что в нем нет ошибки. Если мы такой вот словарь сделаем в поиске, но словарь вообще такой опечаточный, то это будет плохо, мы просто куча ошибок не будем исправлять. Тем более мы еще поговорим о том, как мы это словарь составляем. Собственно, вопрос, как составить этот словарь? Как вы думаете, как составить словарь? Мы же должны где-то сравниваться. А, у нас есть корпус H4, у нас есть кучка корпусов. Словарь, да, я забыла. Хорошо, давайте. Словарь, да, я, хорошо. Орфографический словарь. Можно взять? Можно. Почему? Словарь, мы еще частоты за одно сазу не считаем. Как раз в морфологии очень не имеем. Хорошо, мы можем, потому что... Словарь, почему плохо? Там нет частот вообще. Там же нет частот. Зато он-то... Ну, нет частот, зато ты очень редкая, но правильно, обезьян, слово, будешь знать, как исправлять. Я не знаю каких-то таких слов еще, которые вообще... Если слова их с примерным употреблением, по 5-10 приглашения, то очень даже будет частот. То есть, держать частот не будет, у тебя будет просто пример один. Ну, плюс еще в словаре «Дали» еще содержится куча этих локализмов и организаций. Ну, давай этот «Дали» возьмем, он все-таки сильно старый, более современный. Он тоже берет орфографический словарь. Ну, вы так прям против него. Есть куча редких слов, которые тоже надо уметь исправлять. Ты в корпусе «Техника» не найдешь. Ну, во-первых, у вас будут слова, у нас огромный будет еще. Все это хранить не очень. Ну, всего есть плюсы-минусы. Я к тому, что орфографический словарь – это классная вещь, потому что ты точно знаешь, слова у тебя, это эталон. Ты точно знаешь, что слово здесь написано, правильно пишется вот так. Да? А может, сейчас слово «матрас» все пользователи пишут неправильно. И что делать? Как оно здесь не пипит? Матрас. А все пользователи пишут неправильно. Вот ты что-то посчитал, и ты не прав. Кроме того, что в орфографический словарь есть куча редких слов, которые ты просто в корпусе не найдешь никогда. А пользователь потом их может вводить совершенно спокойно. Ты должен исправлять. Поэтому в словаре имеют свои плюсы. Минусы, конечно, здесь такие, что, во-первых, морфологию там тяжело учитывать, то есть должен быть правильный вот этот, который морфологию меняет, лимонтизатор или что-то такое. Ну, плюс он для разных языков свой, поэтому если у вас есть классные слова, условно, для русского языка, то вы будете плохо или вообще не исправлять, там, не знаю, украинский язык, или исправить неправильно. И совсем-то вы не будете исправлять какой-нибудь английский язык. Соответственно, второй вариант, как вы уже правильно сказали, словарь из каких-нибудь корпусов, текстов. Из каких? Вообще всевозможных. Либо уже готовых каких-нибудь, если какой-нибудь там свой студенческий проект делаете, либо там, если у вас что-нибудь серьезное делаете, берете всю литературу, например, ну, какую-нибудь там. Естественно, ее много вроде как, значит, вы там можете много почитать этих там редкие слова будут, там, и, в общем-то, много статистики у вас будут. Проблема в том, что вы будете перекошены на такой литературный язык, на эти слова, да, он может быть очень далек от того, чтобы уводят пользователи, того же же Дунай, ничего себе там не будет. Можно в контакте распаяться. Да, у нас же корпуса часто, ну, то есть для английского точно есть корпуса твиттеровского текста. Ну, там можно и в русский, в принципе, делать. Чтобы не было смещения. Опять же, ну, не было смешения, у тебя есть смещение на твиттер, как бы. То есть я сказал, что текст, вообще язык твитов, он такой же, как язык запросов. В запросах часто пишут, там, скачать бесплатно без смс. Например, в твиттерх такого не пишут часто. Ну, вот это вот то, что идет к тому, что собирать запросы. Собирать запросы, да. Ну, здесь еще новости собирай, да. Там они более живые, там они более актуальный язык там. Но за вопросами, значит, что у нас может быть, какие проблемы. Как избавиться от ошибок запросов. Потому что, когда мы литературу собираем, мы считаем, что там ошибок, ну, практически нет. Да, там мы можем быть уверены, что там все-таки новости, ну, там есть ошибки, но все-таки тоже там какие-то редакторы, проверяя что-то, все-таки там как-то, они стараются, чтобы ошибок не было. Запросы тут точно есть ошибки. То есть мы как бы обучаемся на том, на чем мы пытаемся исправить. В этом это, соответственно, прикольно. С другой стороны, ну, в этом как бы вот матрас вы не будете исправлять, условно говоря, да. Потому что у вас постоянно будет матрас идти. Ну, тут получается даже интересная ситуация. А нужно искать матрас с текстом? Совершенно правильно этот самый момент, что, может быть, матрас так и не нужно исправить, но если все так ищут, может быть, это и, как бы, условно говоря, и правильное слово, да. Потому что в текстах тут тоже так пишут, скорее всего. Поэтому запросы, это, в общем-то, то, что это наш выбор на самом деле. И то, как там избавиться от ошибок, то, как вообще работать с этим корпусом текстов, которые, собственно, есть запросы, в которых есть ошибки, это, собственно, отдельная история. Как с этим работать. Хорошо, то есть у всего этого, в принципе, есть проблема еще с полнотой. Если вы собираете литературу, сколько надо собирать? Тысяча, миллион, там, может, все книги вообще, которые существуют, где-то взять. Новости, там, за сколько лет собирать? Может, в прошлом году уже это старые, там, может быть, это новые. Если запросы, то же самое. Вы собираетесь за день, тогда у вас их мало, условно, да. Вы собираетесь за год, тогда у вас такая инерция получится, что вы вот этого, там, ничего себе, там, или ждуна, там, никогда, ну, пока там эта статистика наберется, там такая нормальная, да, у вас, соответственно, вы не будете исправить, то есть у вас будет большая инерция. Ну, либо дальше как-то более хитро все-таки делать, чтобы и получать более актуальные результаты, и более полные. Но в общем случае, эту проблему нужно решать. Итак, как собирать словарь? Мы примерно разобрали, да, какие способы могут быть, какие у нас варианты есть. Теперь вариант, как ближайшие, собственно, найти слова. Вот мы говорим, если в словаре нет, и ищем ближайшее. Как искать ближайшее? Ответ. Расстояние Львинштейна. Знаете, что такое расстояние Львинштейна? Да. Кто не знает? Ну, я слышал. Отлично. Для тех, кто не знает. Кто знает, может уже не слышать. Расстояние Львинштейна, это называется редакционное расстояние. Фактически сколько нужно сделать действий, а действие это, собственно, ставка, удаление, замена. Все, да, да. Для того, чтобы, собственно, одну строку превратить в другую строку. Например, вот видите, connect в con-head. Значит, первые три буквы, они матчатся как есть, остальные можно просто заменить, последнюю вставить. Одну на эту, это на эту, это на эту и так далее, да. Вот расстояние Львинштейна, собственно, минимальное расстояние редактировано. Вы можете там сделать там 10 этих исправлений, там каждую букву друг на другу заменить. Расстояние Львинштейна, это минимальное такое расстояние. Как его посчитать для двух строк? Считаю самым следующим образом. Мы строим матрицу. Вот здесь записываем одно слово, здесь записываем другое слово. И начинаем ее заполнять. Заполняем по некоторым такому правилу, которое гласит следующее, что там, где у нас нулевой столбец, нулевая строка, мы просто заполняем вот это просто фактически длина этой строки. Тут от одного до шести, тут от одного до восьми. Что будет обозначать каждая клеточка в этой матрице? Берем, например, вот эту вот клеточку. Тут стоит число 3. Число 3 обозначает, сколько нам нужно сделать изменений для того, чтобы из вот этого префикса сан, получить вот этот префикс сату. Вот здесь написано, что нужно сделать 3 исправления. Итак, каждая ячейка, собственно, обозначает, сколько нужно сделать действий, чтобы вот из этого получить вот это вот. Вот видите, из s в s. 0, да, очевидно там. А, например, из вот здесь 7. Почему 7? Потому что из s сделать все today нужно добавить 6 символов. Поэтому получается 7 символов. Получается 7. В итоге получается то, что мы ищем, собственно, как из одного слова получить другое слово, оно находится в самом правом нижнем углу. Да, потому что это полное вот. Сколько нужно сделать изменений, чтобы из вот этого получить вот это. Оно вот здесь находится. Заполняется, соответственно, следующим образом. Когда мы рассматриваем каждую ячейку, мы, во-первых, смотрим, одинаковые ли эти два символа. Если разные, мы выбираем, ну, давайте так, мы всегда выбираем минимальное из тех, которые находятся выше по диагонали и левее, вот из этих трех, выбираем минимальное. Если они одинаковые, то и прямо ставим минимальное. Если они разные, то прибавляем единицу. Сейчас, например, я продемонстрирую. Пример. Берц и боец. Давайте заполнять. Что первое заполняем? Вот эту строку. И вот эту строчку. Отлично. 1, 2, 3, 4. То есть, чтобы из пустой строки получить боец, нужно сделать 4 действия, добавить 4 символа. Да, и наоборот, чтобы из Берц и получить пустую строку, нужно удалить 5 символов. Здесь все просто логично, ничего такого нет. Хорошо. Теперь что у нас будет вот здесь? Ну, 0. Почему? Ну, потому что у нас здесь B, здесь B и здесь B. Ничего менять не надо. А что оставляем? Ну, 0. Итерация получается. То есть, 0. Ну, да. Правило-то какое? Там уже была формула. Посмотрите туда, посмотрите сюда. Смотрим налево и сверху. Да, из вот этих трех у нас 0 – это минимально. Поэтому здесь тоже будет 0. Вот здесь что будет? Так. Смотрим на лево сверху. А не на верх. Там 0, 1 плюс 1. 0 плюс 1, правильно. 1. 1. Так, дальше понятно. Здесь у нас что? R, B. Опять разная. Опять единица минимальная. Двойка. Так. C, B разная. И B разная. Поэтому тройка, четверка. Здесь. Б. Б. Что? Маленький слева, да? Плюс 1. Да, единица. Здесь у нас. Что будет-то? Слева, а сверху. 0. Плюс 1. Почему 0 плюс 1? Единица. Здесь. Ну, давайте представим. Двойка. Здесь минимальная двойка. Опять разная. Тройка. Опять разная. Тройка, четверка. Да? B, E. Разная минимальная единица. Поэтому двойка. Здесь вот. Е, Е одинаково. Поэтому что? Единица. Опять же, R и E разные. Двойка. C, E. Тройка. И, Е. Четверка. Да? Почему E у нас сейчас единица? У нас же в одном случае мы уже на нужной позиции стоим. Вот здесь? В одном случае нам надо сдвинуть на одну. Сейчас вот здесь, да? Да, да. Вот в одном случае нам надо, она у нас уже стоит. У нас уже E. Мы хотим из E получить. Вот здесь мы знаем, что для того, чтобы из B, E получить B, O, вот здесь вот, нам нужно сделать одно действие. Одно действие, которое заключается в том, чтобы там O заменить на E. Если у нас вот здесь стоит тоже E, да, мы как бы смотрим вот здесь, мы стоим и говорим, какие у нас соседние есть. Притом, что у нас вот эти две буквы совпадают. Раз они совпадают, значит, нам нужно просто взять вот это вот, ну минимально, и сюда проставить. Вот они совпадают. Можно прийти вот отсюда. Можно прийти вот отсюда. Разницы нет. Далее, что здесь будет то же самое. Потому что у нас буквы совпадают. Когда буквы меняются, значит, нам нужно сделать какое-то изменение. Потому что буквы разные. Ну, собственно, дальше так заполняем. 3, 4, то же самое. B, C разные. Это все понятно. Двойка. Здесь единица плюс один. Двойка. Почему у нас это? На месте при сечении е и и 4, у нас же минимальное на 3. Правильно, но они разные. Е и и разные. Берем тройку, прибавляем единицу. Берем минимальное. Тройка, тройка, тройка. Прибавляем единицу. Понятно? Вот здесь вот C и C одинаковые. Что у нас получается? Остается двойка. Ну и последний, собственно, ответ наш. У и C разное. Получается 3. Отлично. Получили, что минимальное расстояние между этими двумя словами это тройка. Теперь нужно найти, как, собственно, его получить. Вот этот путь получения называется редакционное предписание. Как получить этот путь? Как вы думаете? Что нужно найти? Минимальную цифру пройти. Совершенно верно. Берем, можем с конца начинать идти. Вот есть тройка. Ищем, что вокруг минимальное. Двойка. Дальше что вокруг минимальное. Опять двойки. Начнем по двойке. Сюда, тут единицы. Идем сюда, единицы. Тут нолик. Вот сюда. Получаем вот такой путь. Как теперь нам его интерпретировать? Когда мы идем по диагонали, это означает, что мы одну букву меняем на другую. Например, вот здесь вот мы прошли, вот в эту клеточку, здесь е и о. Это означает, что нужно е заменить на о. Дальше опять сюда прошли. Это означает, что надо р заменить на е. Так? Дальше здесь у нас не меняется ничего. Двойка, двойка. Когда мы идем сверху вниз, значит добавить одно. Да. Совершенно верно. Ну, либо если вы из этого это получаете, то наоборот удалить, соответственно. Соответственно, удалить последнее. Соответственно, две буквы изменить, последнее удалить. Соответственно, это меняем, бо, е, с и удаляем. Все, получили нужное слово. Если вы обратили внимание, то когда мы выбирали, например, здесь вот куда идти, мы выбрали почему-то сюда идти. А вообще-то могли пойти сюда. Это был бы другой путь. Ну, например, вот здесь вот выбрать пойти не сюда, а сюда. Хотя расстояние у нас такое же, тройка. Но путь у нас будет другой. И что он будет означать? Мы идем отсюда сюда. И это означает добавить о. Да? Получается б, о, е. Дальше добавили о, перешли сюда. Удалили р. Видите, сверху вниз пошли. А потом опять удалили и. То есть добавили о, удалили р, удалили и. Опять получили нужное слово. Тоже три действия. То есть расстояние у нас одинаковое, пути у нас разные. Дальше как бы, ну, тут уже что мы хотим. Мы можем ввести приоритеты, что мы там в первую очередь там меняем буквы, например, а потом уже рассматриваем остальное. То есть пройти до того, куда мы сначала смотрим, когда идем. В любом случае, вот у нас получилось то расстояние минимальное, которое мы ищем, и, собственно, тот путь, как, собственно, из одного слова получить другое. Отлично. То есть тогда с расстоянием Львенштейна разобрались. Какие бывают модификации расстояния Львенштейна? Первое называется расстояние дамирала Львенштейна. И оно учитывает, что перестановка двух букв – это на самом деле не два изменения. Потому что в классическом Львенштейне это, собственно, два исправления. Удалите вставе. Удалите вставе или это замените, это замените. Соответственно, это два. А вообще говоря, когда человек делает такую ошибку на клавиатуре, это у него одна ошибка, это не две ошибки. Он просто перепутал, одну поставил в другое место. Поэтому, чтобы не считать ее за две ошибки, мы ее считать будем вот такую ошибку за одну операцию. Такое изменение за одну операцию. Дальше. Более сложный вариант. Транслитерация. Если вы честно почитаете расстояние Львенштейна между этими словами, оно окажется там равно десяти. Нужно заменить все буквы вообще. Опять же, человек не делал десять ошибок. Человек сделал одну ошибку, он неправильно выбрал раскладку. Поэтому вообще говоря, вот здесь вот ошибка должна быть одна. То есть редакционное предписание – это сменить раскладку всего запроса. Понятно, да? Кстати, в запросах там, где раскладка неправильная, у которых правильная раскладка, потому что человек здесь даже не видит, что набирает. Поэтому часто они имеют неправильную раскладку и еще содержат ошибки. Поэтому, как правило, вот такие вот запросы, они довольно сложные. Нужно уметь исправлять. Исправлять, собственно, раскладку, при том, что запрос, который здесь проживаешь, он тоже с ошибкой, он тоже очень редкий. Ну, раз он с ошибкой, он редкий. Да? Да. Да. Если я набираю какой-то запрос, например, какой-то сочетание слов, потом есть и слова, где должна быть английская раскладка, и русская, например, я все наполню английскую раскладку. Вот там как ошибки эти считаются? Я смотрю, что вы считаете. Расстояние Ленинштейна вы считаете? Например, у меня 4 слова, и 2 из них должны быть там. Как вы реализуете? Как правило, делается следующим образом. Вот у тебя есть кусок, к которому ты должен сменить раскладку. А там у тебя другая раскладка, а там у тебя другая раскладка. Естественно, вот сколько раз ты не сменил, столько ты ошибок и сделал. А, понятно. То есть у нас 4 слова, 2 из которых правильно, 2 нет, или ошибки? Ну, если подряд, то одна. Если через одно, то две. Ну, смотря как они идут. Но фактически ошибка является не смена раскладки. Ну, просто вот все это правило применять к слову или к части? Ну, а расстояние вообще ищется между строками. А то, что там ты можешь искать между словами, как бы в общем случае, ну, это как ты уже захочешь искать. Ну, вообще в общем случае между строками ищешь. Поэтому. Вот дальше. Кроме неправильной раскладки, что еще может учитываться? У нас могут быть разные вес для разных операций. Например, мы можем ввести, что удаление там, там некоторый вес 0,8 имеет, вставка 1,2. Тогда у нас уже расстояние Львенштейна будет не такой дискретный, там 1, 2, 3, да? А уже будет с конкретными весами. Более того, если мы опять же берем клавиатуру, понятное дело, что некоторые буквы на клавиатуре находятся ближе друг к другу, и некоторые исправления более вероятны. Поэтому нужно понимать, что там, условно говоря, вес П исправить в Р, он там довольно низкий, да? То есть когда у нас есть буква П на месте буквы Р находится, то так как вот эту ошибку сделать вероятно, то как раз эти слова более близкие, чем те слова, когда мы там П на твердый знак меняем. Вот здесь оно там что-то маловероятно. Поэтому у нас, собственно, вес большой. Поэтому слова как бы более далекие. Вопрос. Как посчитать вот такое вот расстояние? Ну, между фактически символами, между исправлением. Как вы думаете? У нас матрица. Матрица. Это хорошо. Давайте сделаем простую вещь. Представьте себе, что там, например, люди пишут диктант, делают ошибки. И там учительница по русскому языку берет и делает вот такую некоторую статистику, что часто люди вместо там и пишут е. Вы же это самое образованное и не делаете ошибок. Мы считаем, что это все. Да? Мы никогда не совершаем ошибки. Хорошо. Тогда диктант. Сейчас проверим все. Как вы хотели. Но вы можете не писать. Смотрите, предложение, в котором нужно, ну, естественно, писать его правильно. Какой-то на компьютере пишите, не страшно. Потом просто проверим, сколько у вас ошибок. А главное, соберем статистику по ошибкам. Предложение такое. На террасе, только чтобы у вас там не исправляло автоматически. Это, понятное дело, так все могут. На террасе Агриппина-Савишна. Не писали? На террасе Агриппина-Савишна. Ну, имя такое. Человек. На террасе Агриппина-Савишна. Из-под тяжка почвового. Что он тут подчевал? Почвово, да. Калешского ассессора. Из-под тяжка почвового. Калешского ассессора. Ну, это из кого-то произведение классического просто предложения. Ну, не знаю, там Толстой, например. Я, может, посмотрю потом, не помню. А? Теласса Агриппина-Савишна. Калешский ассессор, знаете уже, должность такая была? Ну, раз, знаете, значит, напишите правильно. И вот, да. Написали? На террасе Агриппина-Савишна. Из-под тяжка почвового калешского ассессора. Окей. Ах, еще моллюскому забыл. И вне грета, ух ты, вам повезло. Я в счет на это сам, на память. Проверяйте, сколько у вас ошибок. Раз, два, три, четыре, пять. Проверяйте, они однотипные. Нет, нету. А, нету наши. Молодец. Моллюскому еще правильно написал? Написал бы. Ну да, моллюскому я бы точно написал. Ну, нормально. Ладно, а венегрет? Тоже. Не венегрет. Я не знал, что ассессор там одна была. Я сам пишу, ассессоры как попало. У нас ассессоры те, кто оценивает, да, эту выдачу. Я пишу, с двумя ЕС там и там, там, или в первые два ЕС. Вот как правильно, я сам это не помню. Так что, кто лидер-то? У тебя сколько? У тебя три. Три, нормально. Пять. Хорошо. Теперь можно собрать статистику. Например, сколько раз вы ошиблись вместо И написали Е? Как собираем статистику? Посмотрим, сколько у нас всего И было. Вот здесь по-простому, опять же. Здесь И у нас восемь раз встречается. Если вы посчитаете, вот сколько здесь И вообще есть. Даже союз И, он тоже мы его считаем. Просто потому, что сколько раз мы видели этот символ. Дальше смотрим, сколько раз вы в нем ошиблись, изменили его на Е. Сколько вы раз заменили его на Е? Кто не заменил И на Е? Хоть раз ошибся? Вот, знаете, одна ошибка есть. Ну, условно говоря, мы так считаем. Пишем в числитель, сколько раз делали такую ошибку. Вы знаете, сколько раз у нас такие случаи вообще встречались. Получаем некоторое число. Некоторая вероятность того, что человек в некоторое абстрактное И напишет вместо нее букву Е. Понятное дело, что в общем случае это разные И. Потому что одно дело вот здесь сделать ошибку, вместо И написать Е. Другое дело, там, в Венегрете сделать ошибку. В котором там все, не все там, но многие сделают ошибку. Вот. Соответственно, посчитали. Дальше. Удаление. Сколько раз здесь нужно было написать две Л? Ну, в Моллеска и Коллежского. Коллежского и Моллеска. Как минимум два раза, да? Соответственно, сколько у вас там надо умножить и сколько сделали ошибок. Кто написал Коллежского с одной Л? Никто не написал. Ну, отлично. Вот здесь сколько раз была ошибка в слове Коллежского или Моллеска, да? Считаем. Смотрим, сколько раз. Вместо одной Л пишут две Л. Ну, там, наоборот. Вместо двух Л пишут одну. Там не Л. А, ты где Л. Да, да. Здесь мы вот С, видите, что я тут написал вставку, считаем, когда вместо одной Л, С две пишут. Да, вот здесь вот. Восемь, опять же, случаев. Восемь случаев, там, где у нас, где одна С, тут одна С, тут одна С. Ну, вот если посчитать, всего будет восемь. Там, где ошибаются, вот здесь ошибаются, да, как правило. Опять считаем, сколько раз вместо одной Л пишут две. Естественно, считаем эту статистику. Ну, и при остановке, опять же, вместо И, Ш. Вот здесь вот была ошибка, например, из-под Т, Шика. Да, здесь такие ошибки, опять же, считаем. Откуда взять, вот что, опять же, у нас сделали ошибку в перестановке? Для этого мы просто считаем как раз Рейнштейна и смотрим редакционное предписание. По нему мы как раз понимаем, что, ага, здесь была замена И на Е, или там была перестановка И, Ш. И такие случаи мы просто считаем, да. То есть, считаем, сколько раз делали такую ошибку, считаем, сколько раз не делали такую ошибку. Хорошо. Диктант, в общем, клевая вещь. Проблема в том, что она сложная, дорогая, и у нее малая полнота. То есть, чтобы вы реально провести диктант, сейчас, кстати, проводят какой-то там, какой-то всемирный диктант, как он называется? Татальный диктант. Вот, татальный диктант. Вот, можно с него собрать, прикольно, наверное, будет. Кто сколько в чем ошибался. Но, в общем случае, для поиска, конечно, это нереально сделать. Во-первых, вы столько слов не наберете, столько людей не наберете, чтобы была репрезентативная статистика, ну и непонятно, какие тексты давать. Что же делать нам? У нас нет пользователей, которые за нас будут писать диктант. У нас есть просто пользователи, которые пишут запросы. С ошибками еще пишут. Собственно, поэтому берем эти логи запросов. Точность, полнота там точно больше. Да, вот все, что вводят, у нас будет. Возьмем там за несколько лет, там будет прям хорошая полнота. Проблема здесь с тем, что точность как раз будет меньше. И что-то надо с этим делать. Такой запрос у нас тоже будет, да? SmartT, это вот как бы запрос, который мы тоже считаем статистику. Его нужно, естественно, в этот запрос исправлять. Можно начать за случайные матрицы как-то сетись. Нет, ну смотри, если у тебя, опять же, уже есть вариант исправления, например, да, какой-то вариант исправления, то вы хотя бы можете сказать, что типага, есть такой запрос, либо в такой запрос. И ты тоже уже считаешь статистику просто по исправлению. Смотри, ты уже как-то умеешь исправлять, ты считаешь статистику по исправлению. Тогда ты получаешь, что вот это вот путают местами столько-то раз, да, вот здесь вместо Z, S пишут там и так далее. Вот примерно как в диктанте. Зачем диктант показывал так подробно? Чтобы вот это вы потом умели довольно легко понимать и читать. Замечательно. Хорошо. Дальше идем. Почему простой такой печаточник, мы все еще на простом печаточничке находимся, почему еще он может быть плохим, включая всего минусы, при том, что он вроде простой, мы нашли в словаре, нашли ближайшее слово. Ну а у слова, может быть, вообще говоря, много кандидатов, которые находятся на расстоянии 1. У слова поток можно вот просто придумать даже, сколько слов есть. Потом, потоп, порог, пяток, лоток, моток, роток. Можете еще придумать. Это тоже я придумал. Еще может быть много. Все они находятся на расстоянии 1. Какое же слово нужно исправить? Ну, на самое частое. Ну, потом. Потом. Почему потом? Ну, кажется, оно самое такое. А если там в контексте какой-нибудь? Если у нас нет информации, то Саша там. Если у нас есть, то есть. А может вообще не надо исправлять? Вот поток, это классное слово. А, ну, собственно, да. Ну, а если слово моток ввелить, надо исправить на поток. Нет. Почему нет? Не надо с этим словом. Нужно контекст или знание пользоваться. Да. Я, собственно, к чему дальше учуеду? Как учесть частотный запрос? Потому что африканский крон, африканский крон, это расстояние у нас 1. При этом африканский слон, который правильный, расстояние 2. Да. То есть мы должны исправить слово, которое дальше находится на расстоянии Уинштейна, чем то слово, которое ближе находится. То есть с одной стороны мы не можем выбрать правильно, а с другой стороны мы еще, собственно, даже если выберем, оно может быть неправильно. Как вы говорите, там нужно учитывать частотность, нужно какие-то эти вещи учитывать. Это все сводится к тому, что мы, в принципе, должны переходить уже от такой дискретной вещи, как нашли в словаре, не нашли в словаре, выбрали ближайшее, по такому дискретному рационалу Уинштейна, там просто ближайшее, его поставили в качестве этого. Нужно переходить к вероятности. Как перейти к вероятности? И вот теперь мы, собственно, переходим к тому, что мы начинаем делать полноценный опечаточник, который же не такой простой, а уже такой более умный. Для того, чтобы к нему переходить, собственно, сделаем формальную постановку задачи. Что мы вообще хотим найти? Значит, пояснение. Что такое ARIK? ARIK — это запрос, который вывел пользоваться. Он может содержать ошибки. Это оригинальный запрос. FIX — это тот запрос, на который мы исправляем. Ну, а D — некоторый корпус. Это некоторый наш словарь всех возможных запросов, скажем так. Тогда наша задача сводится к следующему. Нам нужно найти argmax по всем таким запросам из нашего словаря, которые вот эту вероятность максимизируют. Что это за вероятность? Ну, условно. А что она означает? Ну, вероятность наступления FIX при наступлении события. Ну, да. На самом деле, это вероятность того, что фактически при введенном вот таком запросе пользователь ввел уже такой запрос. Да, исправление. Самое вероятное исправление — это вот это. С вероятностью вот этого запроса, при том, что пользователь уже ввел вот такой запрос. Вот она должна найти максимум такой вероятности по всем словам FIX. И это мы назовем, собственно, правильным исправлением опечатки. В принципе, может быть, что сам ARIK сам по себе, он сам максимальный. Поэтому там как бы он будет совпадать, ошибки не будет, да. Собственно, как это искать? Чтобы это найти, распишем вот эту условную вероятность по нашей любимой формуле. Что она означает? Значит, мы представляем это как, собственно, вероятность вот это. вот ARIK при условной вероятности FIX умноженная на вероятность FIX делена на вероятность ARIK. Совершенно честно просто расписали. Как теперь нам это посчитать? Для того, чтобы это посчитать, рассмотрим две вещи. Первая вещь — это модель ошибок. Что такое модель ошибок? Модель ошибок — это как раз вот эта вероятность. Почему она называется в модели ошибок? Вот эта вероятность, она как раз и есть. Вероятность того, что пользователь, когда хотел вести, собственно, вот этот правильный запрос, да, есть некоторый правильный запрос, который хотел вести пользователь, он сделал вот такую ошибку, то есть ввел вот такой неправильный запрос. Вот эта вероятность условная вести неправильный запрос, то есть делать некоторую ошибку, при том, что хотел вести правильный запрос. И есть, собственно, вероятность того, что пользователь сделал ошибку. То есть есть модель ошибок. как ее считать как писать модель ошибок фактически да вот так кажется что она вообще говоря должна быть связана социальными что чем расстояние ближе тем в некотором смысле тем более вероятно что человеку может сделать ошибку в этом расстоянии миштейна должны быть учитываться вот эти вот вероятности то что мы считали в диктанте да то что там вероятности одну букву на другую исправить она больше чем вероятность там там какой-то одной буквы на другую исправить да естественно ну да понятно вероятность должна быть можем применить некоторую такую простую форму вообще модели может быть много они будут совершенно разные там самые сложные там останавливается некоторые простой это некоторых экспоненциальная функция который зависит зависит от расстояния львенштейна и таким образом получается что чем больше стали львенштейна расстояние здесь взвешено я просто учитываю что не то что он дискретно 1 2 3 а человек это взвешено в которой мы учитываем вероятность исправления каждого символа друг другу поэтому чем она больше тем соответственно вот эту вероятность меньше почему бывает все по экспоненте вот это коэффициент альфа его можно подобрать уже оптимизировать то насколько нам нужно чтобы мы находили собственно вот эти вот исправления чем она меньше тем средств у нас больше эта вероятность поэтому и это вот все соответственно если мы посчитаем на нашем корпусе вот эту вероятность исправления в каждой символ соответственно мы сможем знать расстояние львенштейна для каждого для всех запросов как только мы это знаем естественно знаю вероятность исправления то есть мы знаем вообще мог пользователь который ввел там слово хлеб хотел писать слово пиво мог почему нет всего 4 ошибки расценившено небольшое этому слову естественно вот это для каждого таких услов мы можем узнать соответствующую вероятность если она низкая то соответственно вот у нас предыдущие чтобы он стоит числитель да здесь это низкая это будет означать что вероятность того что человек вообще может сделать такую ошибку она крайне мала а если она высокая значит будет значить что вероятность такая очень большая если у вас прям достаточно статистики да да это хорошо не настолько круто но в целом это конечно если у вас достаточно статистики вы можете ее считать по определенным пользователям может хотя бы по группе пользователей до вас по части карака персонализации ну вот здесь принципе вся статистика если вы можете делить ее на пользователи и она получится еще достаточно полная и результативно то классно для этого группы или для этого пользователя у вас будет такая некая персонализированная вещь и там естественно будут разъезжаться некоторым образом у кого-то свой язык будет у каких-то групп пользователей но очевидно что пользователи которые там знают английский это там одна группа у них есть запрос с английским у них соответственно исправить нужно одним образом или там знают программирование например у нас например по поиске нас мало кто будет программерский запрос просто их там там какой-то ноль там один процент поэтому по запросу си стринг мы показывали трусы все такие трусы есть такие женские можете посмотреть просто вот выдачи не было этого дела соответственно это все идет от того что в принципе язык такой запросов поэтому если вы выделяете кто группы да совершенно спокойно для не может сделать персонализацию будет прикольно как вы понимаете что мы исправили правильно что значит исправили правильно чего конец не исправим пока здесь он собрали статистику а мы в там рассматриваю предыдущие как собрать эту статистику где взять у нас словарь и фактически взять где взять словарь вот и свои пар исправлений ну если совсем вообще не статистики до берете асессоров они нам оценивают классно в картинках есть вот соответственно вообще изначально как у вас асессор естественно если базово делать дальше вы можете эту статистику собирать уже из работы вашего вашего спальшекера фактически он как-то работает а вам дальше уже собрать статистику как часто он исправляет тут главное не преобучиться на своих же результатов но я вам дам собственно пары по мнению нужно будет такое придумывать как же вам набрать изначально это множество собрать так собственно у нас вот это вот все туда и в сандой до исправляется соответственно то же самое запоминаем что у нас с в с было единица можем еще вот эти пропуски учитывать что а собственно там удалить а нужно там один раз и вот по редакционному предписанию собственно также проходимся и всю эту статистику сохраняем поэтому сохраняю статистику ну получили собственно вот эту модель ошибок раз была более хитрая которая собственно у нас применяется мы сохраняем не вот вот такие вот единичные исправление символов сохраняем биграмы почему сохраняются биграмы почему это полезнее они несут все гораздо больше информации чем один символ как мы видели вот когда мы там и вот это вот исправили до стоит союз и в нем там ну никто никогда не ошибается плюс-минус но просто в букве и ошибаюсь много кто поэтому если мы и будем сохранять как биграмму то есть мы скажем там и пробелы словно говоря да вот и пробел там или пробел и пробел там это 10 грамм уже брать вот такой вот не ошибаются когда а там и вместе с там с какой-нибудь согласный вот это живаться чаще и так далее вот если мы сохраняем такую статистику статистику у нас известно получается больше информации мы честнее будем считать вот эту вот вероятность исправлений например слова президент слова перзидея перзидеет вот мы просто смотрим что п когда стоит в начале это тоже некая биграмма да п в начале она здесь мы не ошиблись сохранили что вот здесь мы не ошиблись такой бигра дальше п пробел от означает что здесь пропуск буквы был ссп пропуск буквы и в п или е один раз дальше наоборот пробел и r мы пропустили е соответственно опять же вот этот пробел r в ер один раз ну и так далее вот под всем таким проходим изменением все это всю эту статистику сохраняем и потом когда уже считаем расстояние львенштейн и мы уже учитываем вот эту вот статистику не по одной буквы а по вот этим вот биграмм получается более честно более полно если опять же хотите можно считать три граммая проблема потому что их все еще больше становится еще больше становится три грамм а по каждой этой граммы все статистику меньше у вас это правильно это хорошо то что вы еще больше учитывать другой стороны у вас уже качество снижается качества можно статистике вам нужно прям все больше и больше одаревать чтобы у вас полнота была по этим чувствам довольно прилично оказываться над прям а только десятку 1 overwhelmλα соответственно вы исправить может только частотные непонятно как вы будете другие нечистотные. Поэтому тут оптимально биграммы у нас, например, используются именно в модели ошибок. Поэтому здесь биграммы самые клевые, что они уже и качество дают хорошее, и статистика понебольшая. То есть и полнота хорошая. Теперь модель ошибок мы с вами рассмотрели. Вы теперь знаете, как можно посчитать, насколько вероятно исправление. Теперь модель языка. Модель языка — это оставшиеся члены, вероятность такого запроса, вероятность такого запроса. ПО-рик, П-фикс. Что такое модель языка? Это некоторая статистика, которой мы храним, насколько часто встречался данный запрос. Данный запрос, данное слово, насколько часто мы его встречали. Мы, так как мы работаем с запросом, строить его будем по запросам. У нас есть корпус запросов, мы просто в запросах смотрим, насколько часто тот или иной запрос у нас встречался. Проблема в том, что язык меняется, как я уже рассказывал. свое время когда был не было айпада был только ipod любой айпад надо было строить на ipod как только он появился уже исправить не нужно сериал там вышла какой-то последний магики она надо было за раньше это исправить на последний магикан потом не нужно было исправлять перестал последний из магикиан сериал рекламирую да не смотрите на не очень соответственно но проблема в том что вы же даже не знаете что появляется смотри вы же даже не знаете основе какие сериалы появляются для вас неожиданность вот эти всякие мемы новые слова вы действительно каждый день типа появилось новое слово дай-ка и внизу словарь там специальности на сфере занимаем стажеру чтобы они сидели и вот это вот и вот это забивали словарик зачем у вас обучаем да ну они там не умеют вот я вам говорю вот ребятка заканчивать на сферу очень классно потом эти слова издаваться это в словаре сразу видно что мы учили все-таки людей не зря да не конечно ручной работы должно быть минимум то есть конечно некоторые админка которые там самые отъявленные случаи можно сказать как правило что не исправлять там ну может быть исправлять если вот там условно выражду на там вот прям что-то прям поперла там его у вас там чтобы обновилась там надо сутки ждать например ну там окей можно там в админку зайти сказать типа вот это теперь не исправляем например но это это вот отрушая работка минимально даже присутствовать вы все сериалы все эти вещи не следите или там разгребать фидбэк это пользователь что типа у меня его запрос про такой верх мало кто пишет но бывают там фанатики пишут но вот этот сеть разгребать саппорт это не благородное дело нужно про систему надо сделать такую которую все дело будут учитывать статистике это что нужно сделать нужно просто чаще обновить статистику опять же как я здесь говорил с одной стороны здесь всегда баланс должен быть между актуальностью и собственно количеством статистики если вы два года собирали последний замаги кан то даже если вы сразу там все сегодня соберете последний маги киан вот это перебьет у вас сильно вы все будете исправлять все это будет частотно сейчас мы должны как-то учитывать эту актуальность хотите делать более актуальны как тебе сказать наш вот люди то это ищет а то люди 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 нету пользу ищет пор мы как бы это может быть моралистом убрать оттуда ведь все порно но не просто другой поиск поэтому тут как бы что пользу ищет то и находим но не фактически если тебе нравится вот этот мастер магикан но его никто не ищет а ищут все вот это ну ты вынужден все показывают это будет а у тебя поиск сам больше настроиться что теперь он тебя не книгами там пользуется типа нет ты должен все-таки смотреть вот этого читает книги тогда я уже себя выдачи должна потом забита грубо говоря все сериал все да чувак вот куча ресурсов все как ты хотел да ну вот на самом деле кстати потом же это выходит из моды да то есть вас сериал был популярен потом там через пять лет его там забыли все теле должен сериал через неделю за мне не знаю когда там забывают ну там разные по-разному да какие сериал долгит какие-то вообще слова появляется там быстрее забывают там какие-то многие что это я вот приложил пример новых слов но есть же куча слов которые перестают вводить пейджер там основа я не знаю потому что и забыли же все это забыл и что за слой который все забыли никто не использует они точно есть они на статистику не надо в них исправлять все там было пять лет популярное слово сейчас его не нужно поэтому статистика должна быть актуальна должны постоянно пересчитывать собираемся за определенный период у нас кстати помню порядка года где-то точно собирается статистика опять же для того чтобы полнота была большая с актуальность соответственно нужно вот отдельная история как актуально это сделать ну и периодически обновляем обновляете редко естественно редко у вас у вас постоянно остаются для старые вещи и новые новые что много название сайтов новые появляются там все что угодно это фирма откроется еще что-то там имена в конце концов появляется кто вы там исправляетесь там часто хотя их не нужно смотреть окей как собственного собрать статистику понятно мы вроде как берем чувство все наши запросы и чет по ним считаем чё по ним считать то какие варианты все уже принялись взяли запросы за год назад два года классно все запросы чё считаем здесь нам не нужно знать исправлен здесь ты собираешь модель языка как пользователи пользуются языком соответственно что ты будешь считать кого вы начали встречаете запрос первое до чего можем посчитать собственно встречаем запросы самое очевидное у вас есть куча куча запросов давайте возьмем каждый запрос и посмотрим сколько раз мы встречался ну просто запрос вконтакте может вам куча раз встречается куча раз встречается здесь берем запросы считаем его частотность сколько раз сейчас и конкретно это запрос ну и деле на сколько общее число запросов они не ценать давай но это подожди будем считать а я разве здесь к что мы читаем что правильно эта модель языка здесь ничего прошит нет про ошибки мы поговорили с вами в модели ошибок это модель языка вот есть 10 человек всегда будет матрас ну так ума на такой язык как у людей вот мы считаем что там от 1 частотное слово ну частотный просто просто частотный запрос там частотное слово так вот что нам дает вот это вот частотность запроса посчитано с одной стороны мы четко знаем что-то про весь запрос мы знаем прямо частотность популярный он или нет проблема в том что вот это мы знаем только для частотный запрос вконтакте мы знаем там ладно классики мы знаем там еще какое-то множество запросов мы знаем но для здорового хвоста мы вообще не знаем. Ну или там она плохая статистика, там 2-3 раза встретилась, там статистики никакой. Либо она, либо вообще ее нет. Проблема в том, что, как правило, когда человек делает ошибку, даже в частотном запросе, эта ошибка, вот этот полученный запрос, он будет уже менее частотный. Ну или там вообще низкочастотный. Да, кстати, а можно такую штуку делать? Частотность проверять не по типу запросов, страничкам. Смож качать в некоторых количествах страниц, смож по ним текстам. Ну и просто сможем, если в большом количестве страниц включается какое-то слово, возможно, ну это вы просто предлагаете собрать вашу статистику не по запросам, а по текстам. Можно, конечно. Еще раз, у вас просто разный язык будет в контексте, в контенте, который там есть в интернете, да, и в запросах, которые будут люди. Просто может быть разный язык. Ну можно, да, можно. У меня, кстати, да, вот скоро может эксперимент будет, мы там стату прям по всему индексу собрали, можно ли ее прям подменить или добавить вот к этому типу запроса, насколько будет полезнее. Она же точно полноту имеет больше. Она язык другой. Ну да, не, я просто потому, что как раз учитывая те концы, которые люди не ищут в принципе, но которые есть перед, ну, вот качественным документом. Да, да. В качестве полноты это классно. Насколько оно будет лучше исправлять, это вот не факт. Потому что, когда ты исправляешь ровно по тому корпусу, ну, по запросам, да, они как бы, вот, они близки друг к другу. Какая-то насчет, что добавлять куча текстов, которые там вообще вот люди никогда не вводят, вот таким образом, они там, оно поедет, поехать куда-то может. И человек вводит одно, как бы, вот им исправляешься, что он говорит, там, более, там, литературно правильно. Там, а ему это не нужно, он вообще не то искал. Ну, к примеру, мы, может, проведем к смене, я там скажу потом примеры, как, что мы на самом деле можем портить. Ну, в целом, да, вот, то есть, можно собирать не запросов. Но, в любом случае, вот берем запросы, собираем статистику по целому запросу. Что здесь плохо? Плохо то, что у нас планота низкая. Мы из стату по целому запросу знаем далеко не у всего множества запросов, кроме того, у нас, как я сказал, запросы с ошибками, они низкочастотные. Ну, не считай, там, в ВКонтакте, в котором даже ошибки частотные. Поэтому вот этот вариант работать может, но работать на очень небольшом запросу. Следующий вариант. Разбиваем запросы слова, да? Вроде как, вы тоже его сказали. Довольно очевидный вариант. Разбираем, разбиваем запросы слова. Вот у нас получается один запрос. Это N слов. Дальше мы что можем строить? Мы можем строить статистику по униграммам. Можем дальше строить статистику по биграммам. Берем простую статистику по униграммам. Униграммная модель. В униграммной модели мы считаем, что все слова в запросе появляются независимо друг от друга. То есть просто какой-то вероятностью появляются слова в запросе. То есть вероятность самого запроса как вероятность набора слов и просто произведение вероятности каждого слова. Правильно? Как вероятность независимых событий. Просто произведение вероятности. Таким образом, если мы знаем частотность, то есть вероятность конкретного слова, мы можем прочитать вероятность запроса. Вероятность конкретного слова считается как и здесь. Сколько раз выводили это слово? Наверное, деленное на все слова, да? Получаем вероятность этого слова. Все классно. Единственная проблема, что так как мы считаем независимыми, то вот эта вероятность будет перекошена все-таки на то, что как бы они независимы. На самом деле слова-то зависимы. Чтобы вот эту зависимость как минимум не терять, мы можем делать беграммную модель, либо там еще более инграммную. Здесь не символы, это слова. Вы же не додумывайте сами, а слушайте. Мы разбиваем на слова. Запрос это n слов. Одно дело у вас запрос это n независимых слов. Вот не просто там смотреть там такой-то фильм, там тогда-то бесплатно, а просто вот это слово появилось в независимом запросе, это слово появилось независимо запросе там и так далее. Все слова появились вообще независимо в запросе. Вот чтобы такую модель почитать, мы просто должны учитывать частотность каждого слова. Перемножить их получили вероятность этого запроса. Но это не очень, это точно не очень хорошая идея. Как минимум мы должны использовать беграммную модель, когда у вас как минимум два слова друг с другом связаны, и каждая из слова вот так друг с другом связана. Как работает беграммная модель? Вероятность вот такая v1, v2 мы будем разворачивать через условную вероятность. Вероятность v1 при условии v2 на вероятность v2. Тогда у нас вероятность запроса. Это будет, собственно, опять же вероятность всех вот этих слов. Мы разворачиваем вот эту каждую вероятность. Получается v1 при v2, v2 при v3 и так далее. И умножим еще на их вероятности уже униграммы. Получаем такую вероятность. Вот это все мы можем посчитать в статистике. Какая вероятность того, что мы v1 встречали, когда оно шло рядом с v2? Берем по статистике и считаем, когда эти слова шли вместе. Ну и вот эти унарные, униграмные. Мы их, опять же, легко считаем. Давай. То есть у нас есть какой-то вопрос. Есть, например, три слова условно. У нас первое, например, и второе. Не часто мы будем встречать, а второе и третье не часто. Первое и третье очень часто. То есть, например, первое и второе смотреть бесплатно, а в середине название фильма. Ну, не надо как-то перемешиваться, смотреть при этом максимальную вероятность. А зачем вы хотите этим добиться? В смысле? Ну, чтобы если у меня... Суть в том, что здесь, получается, у нас есть три слова. v1, v2 — вероятность маленькая, v2, v3 — вероятность маленькая, а вероятность v3 какая-то. А может быть, у нас было бы там v1, v3. Сейчас, во-первых, невероятность v3. Тут будет вероятность v1, v2, v3. Вот же каждый разворачивается. А во-вторых, да, она будет маленькая. А почему это нечестно? Это честно. А почему вас это смущает? Потому что, может быть, невероятность, значит, мы... Что это значит? ...походу тебе вбил, что-то не то, и на самом деле, она имела бы штуку другого. На самом деле... Вот это что-то другое, оно какого будет иметь вероятность? Вот забейте, у вас сейчас пролистаю. У вас вот здесь вот, мы же вот это считаем, вероятность этого, вероятность запроса. Они у вас стоят одно делится на другое. Если у вас просто у оригинального запроса низкая вероятность, его справлено, у вас будет чуть выше, но тоже низкая. То есть у вас также будет славать и это какое у вас там частотное, это редкое, это частотное. Ну, они у вас тоже будут низкие, у того и другого. Вам важны их отношения. Что когда вы исправили, вы исправили в более частотное фактически. Ну, окей, у вас там два редких слова там. Ну, это два частотных в середине редко. Вы это редко исправляете на чуть более частотное. У вас и та, и та вероятность будет низкая, но зато их отношение будет нормально. Зато оно увеличилось. Так вот, понятно, да? Как посчитать вероятность униграммной модели, вероятность беграммной модели? Ну, это опять же один из вариантов. Какие вообще варианты есть? Что будет вообще, если у нас вероятность какого-то слова? Вот у нас здесь много слов. Одно из слов, новое, мы его в свой словарь, в свою статистику не внесли. Ну, либо его никогда не сдавали, либо просто сдавали так редко, что мы там отсекли по какому-то ворогу. Что будет тогда? Вероятность запроса? Ноль. Вероятность ноль. Что с этим делать? Это ок? Вообще это нормально? Видимо, она просто убирает. Прямо вероятность точно не ноль, если она будет стать единицей. Единица? Стопроцентно? Точно слово прям самое частото. Что мы берем? Нет, ну, серьезно, надо просто знать, что если у нас там какое-то словосочетание мы там не нашли, то ничего исправим. Ну, ко всем словам. Ну, может, по теме гаун, может добавить эти всегда хау. А что это такое? Ну, то, что мы добавляем какое-то маленькое число. А что за способ такой? Что? Что это за способ такой? Ну, это коррекция. А, ну, это поправка. Лаплас. Ну, это не обязательно. Ну, там, да, в зависимости от того, какая у нас у нас будет, она у вас будет по-разному называться. Самая простая Лапласа. Здесь более сложные модели, как исправляться от нулей. И вообще, как смешивать статистику биграммную с униграммной. Потому что есть же более сложный случай, когда у вас нету биграммной. Вот у вас вы один, а вы два никогда не встречалась. У вас отдельно вы один встречался, а отдельно вы два встречался. Как вам смешать, вот, собственно, это дело? Что вам делать? У вас это ноль, это не ноль? Замените P1B2 на произведение P1B2. Может быть. Вот есть модель, например, которая считается одной из самых лучших, собственно, для того, чтобы читать статистику языка. Ну, у нас, например, ее используем. Вот. Ну, в общем случае, опять же, ну, это, как бы, довольно серьезная задача на самом деле. Как правильно посчитать вероятность запроса. Хотя вы статистику уже, в общем-то, знаете, да? Вы просто статистики вот эти частотности все посчитали. А дальше, как вам все-таки посчитать вот эту единую вероятность этого запроса. Поэтому, если интересно, можешь посчитать про сканационные. Дальше. Идем дальше. Здесь мы брали, считали частотность всего запроса. Мы можем разбить на слова и посчитать частотность каждого слова. Мы можем пойти дальше и разбивать на буквы-слоги. То есть считать уже н-граммы вообще по этим самым, по символам, да? И тогда у нас все эти вероятности уже, ну, фактически будет, как здесь написано, только уже не по словам будет, а по вот этим н-граммам. Как правило, в опечаточнике это используется не очень хорошо. Вот и сочетать вот эту вероятность. Потому что у вас, как правило, получается запрос с ошибкой от запроса без ошибки отличается довольно слабо по вот этой вот статистике. У вас там все н-граммы одинаковые, фактически, да? Только где-то одна там куда-то там меняется. А если у вас две ошибки, то у вас все уже начинает ехать. У вас одна там чуть-чуть увеличит, другая чуть-чуть уменьшит. Причем там попадет она еще в несколько н-грамм одна ошибка, там в 3 н-граммы, да? И у вас там разъедется все непонятно куда. То есть она так и будет нечестна. Скажем так, у вас статистика по н-граммам вот этим символям, она не будет так хорошо отражать тот факт, что есть запрос и ошибка, от того, что нет запрос и ошибки. По словам она гораздо лучше разделяет такие моменты. Что хорошо делается в такой статистике, это, например, понимать язык запроса. Особенно в похожих языках, там русском, украинском, когда вот вы, там многие слова даже совпадают, да? Но когда вы просите, смотрите частотность каждых конкретных вот н-грамм, там 3-грамм, 4-грамм, то четко понимаете, а вот такая н-грамма в русском встречается гораздо реже, чем, например, в украинском. Или наоборот, да? Если опять же перемножаете их, получаете конкретный ответ. oblige к тому же такому языку или такому языку еще. Если с большей Gang такому языку о куме лишение. Поэтому это хорошо работает вот на языках, например, но для того чтобы ошибки искать – это работает плохо. Поэтому оставляем второй вариант. И теперь. Итак, вначале мыcularли 싶은 задачу. Найти вот это дело. Мы нашли что вот это ищется из модели ошибок. Вот это и идёт из модель языка. Это идет из модели языка. Вроде бы задача решена. Что еще осталось? Все, почитали модель языка, модель ошибок. В модели языка мы учитываем частотность слов. Мы понимаем теперь, можно ли исправить, нельзя исправлять. В биграммной модели языка мы учитываем еще контекст фактически. Мы знаем, что одно слово вместе с другим идет. Все, теперь африканский клон у нас вроде как должен нормально справляться. В модели ошибок мы учитываем, насколько вероятна данная ошибка. Там P на R исправить, там I на E ошибиться, там или какой-нибудь там твердый знак на какую-нибудь там букву Ш. Мы это все знаем. Что еще надо знать? В чем еще проблема остается? Казалось бы, все у нас уже есть. Ну вот этот вот D, которому мы выбираем фикс. D, что такое D? Ну D словарь наш. В чем проблема? Все равно же словарь, потому что он большой, а нам надо большое количество этих фикс вытащить. И в чем проблема? Ну а то есть надо какие-то предположения сделать, спросить, потому как фикс может вырекаться. А, ну да, если мы по всему искать, ну да, вот-вот-вот. Проблема именно вот ровно в том, что вот это мы хоть все знаем, но это мы знаем, собственно, для какого-то конкретного этого запроса, этого запроса. А нам же здесь, оргмакс, что такое, перебрать по всем. Вот здесь нам, как говорят, переберите по всем запросам возможным и посчитать вот эту величину, а потом выберите максимум. Здесь у нас корпус там из кучи миллионов, там сотни миллионов запросов, миллиард запросов, например. А нам вводят один запрос пользователю, и мы что, даже по миллиарду пробежаться и выбрать ему лучше? Хотя там 99,9% там и близко к этому запросу не подходят. Они там вообще другие. Это типа пиво на хлеб, это они близкие. Соответственно, проблема остается в том, что мы эту величину можем посчитать, а вот это вот посчитать проблемней. Особенно в наших масштабах. Если там в Варде где-нибудь, можно посчитать, когда у вас там весь словарик, например, несколько десятков тысяч слов в орфекратичном словаре, и вы исправляете не весь запрос, а исправляете только слова, то вы, соответственно, можете для всех посчитать, просто найти максимум. Относительно быстро это будет. То, когда вы с запросами работаете, это уже не работает. Вот такой подход. Давайте переберем все и найдем максимум. Что делать? Ну, очевидно, при процессе заранее довольно близкие и строить списки похожи. Отлично. Ну, ведь, в коринку можно ну, раздолбать по словам, на каждого слова какие-то ближайшие. Тогда мы построим какой-то набор из ближайших фиксов. Все, крутяк. Прямо решили. Значит, давайте. Нам нужно загенерировать кандидатов. Нам не нужно прибрать всех, нам нужно прибрать какое-то множество, и вот будем генерировать. Как будем генерировать множество? Разбираем запрос на части. Совершенно верно. Для каждой части остается список замен. Да? Каждая часть, мы смотрим, как она может меняться. Оцениваем вес каждой замены. Насколько каждая замена вероятна. Так? Дальше. Теперь мы как бы разбили на части, и куча замен у нас есть. Нам теперь нужно собрать обратно какой-то запрос, адекватный запрос. Правильно. Нам не нужно это из одного места, это из другого места. Нам нужно ставить такой граф запросов, который будет связан между собой. Исправленный. Ну, собственно, находим патиминальный путь в таком графе связанных, получаем некоторые исправленные запросы. Это так, вкратце, теперь подробнее. Успели записать? Хорошо. Расцепление запроса на части. Здесь, в общем-то, все просто, если бы не одно но. Самый простой способ – это разбиваем его по пробелам с знаком припинания. Просто по словам. Выбираем слова. Пробелы, знаки припинания. Простота реализации – это большой плюс, потому что вы в любом месте, где-то на самом спелсчеке, где-нибудь на клиенте, где угодно, вы всегда можете разбить по одинаково, по словам. Ну и это просто делается. Проблема в том, что когда вы начинаете исправлять пробелы, либо расклейку, либо склейку, у вас, в принципе, количество слов, оно разное получается в оригинальном запросе, и вы справлены. И здесь уже этот способ немножко не работает. Вы вроде как разбиваете на части, каждую часть хотите исправить, а этот запрос вы никогда не получите. Еще хуже дело обстоит в перераскладке, потому что вот здесь вот уже знак припинания убрать нельзя. Если вы убираете, вы получаете два слова. Ну и получается бред какой-то. Поэтому в перераскладке, если вы хотите исправить перераскладку, а вы еще не знаете, что вы хотите на самом деле, вы не знаете, здесь ошибка вообще какая-то есть там просто в перераскладке, просто в латинском языке там написание какая-то ошибка или еще где-то ошибка. Естественно, вы должны параллельно делать фактически разные разбиения. Считать, что вот такие символы, которые здесь есть, они не разбивают слово, либо разбивают слово. Поэтому, когда вы будете использовать первую раскатку, вы должны делать другое разбиение. Окей. Теперь, собственно, как мы генерируем возможные варианты. Опять же, всяких путей множеств. Один из них прикольный довольно, называется Soundex. Soundex — это фактически алгоритм нахождения фонетических альтернатив. Когда у вас два слова звучат одинаково, а пишутся он по-разному. Ну да, вот, например, как здесь. Чебышев можно так написать, можно так написать. Вот это два по-разному написанных слова, а звучать они будут одинаково. Это фонетически одинаково. Соответственно, смысл здесь такой, что если пользователь, который набирает запрос ошибки в каком-то слове, то то, что он хотел написать, и то, как он написал, они звучат одинаково. Ну, там он E в I ошибся, да, но звучит тогда одинаково. Соответственно, алгоритм примерно такой. Превращаем каждый токен в 4 символную сокращенную форму. Сейчас я опишу, как оно превращается. Вот каждый токен так превращается. Дальше мы то же самое делаем для термов запроса. И для каждого такого сокращенного терма ищем, находим все вот эти варианты кандидатов, которые в такую форму превращаются. Ну, сейчас продемонстрирую. Значит, как это делается? Алгоритм для английского языка, soundex. Значит, оставляем первый символ терминов. То есть первый символ, считаем, все, он звучит всегда как бы неизменно. Дальше следующий символ заменяем на O. Вот эти все символы, они будут как O просто. Дальше заменяем на некоторые цифры. То есть фактически выделяем некоторые классы из похожих символов. Вот эти символы, это будет 1, эти символы будут 2, там 3 и так далее. 4, 5, 6. А дальше повторно удаляем по цифре из последовательных повторов. То есть если у нас рядом один класс символов, мы их просто удаляем в дубли. Удаляем все нули. Нули нам неинтересны, вот это нули — это вот это вот. Собственно, если осталось меньше 4 символов, то там добиваем нулями до 4 символов. Как это выглядит, например? Начинаем здесь слово Герман. Вот так написано, да? Герман. Отлично. Первую букву оставляем, первую букву H. Дальше Герман у нас E и A меняются на нули. Нули получились, да? Дальше меняем на вот эти существительные на соответствующие классы. 6, 5, 0, 5. Убираем нули, помните? Убираем нули. Где там у нас убрали нули? Получили 6, 5, 5. Ну и первую у нас была H. Получается H, 6, 5, 5. Естественно, вот у такого слова тоже будет такой код. Если нам приходит в запрос некоторые слова, которые в такой код превращаются, мы берем все слова, которые превращаются в такой код, и они для нас будут варианты замены. Да, вот там 10 слов, например, в такой превращаются, все они для нас будут варианты замены. И мы и дальше их рассматриваем. Мы читаем вот эту вероятность. Насколько вероятно там из такого получить вот такое? С моделью языка, с моделью ошибок, там, со всем этим делом. Но зато у нас теперь множество уже сильно ограничено. Понятно? Для русского языка чуть-чуть по-другому он пишется. Поменяется. Вот здесь убираю сейчас. Режиссер, да? Убираем повторяющиеся буквы, во-первых. С убираем. Убираем все гласные. Остаются только согласные. И оглушаем звонкие согласные. Получается, вот так вот, режиссер, это Р, А, Ш, С, Р. Все. Да. Чему не работает в тот же уровень, что я вас писал? Ну, специфика в буквах своя. Там в любом случае вам вот эти все, вот эти все классы нужно всему подбирать, ну, как бы для конкретного языка. Значит, оно для конкретного языка работает. Ну, причем, какие символы как звучат, и, в принципе, какие слова как устроены, как устроены слова из этих символов. То есть в русском это тоже довольно простое, как бы. Выбираете согласные, понятно, как бы. Гласные просто убираются, они как бы ни о чем. Повторяющиеся буквы тоже понятно убираются. Звонкие оглушаются. Все, вы по минимуму свели. Без гласных, без звонких, как бы, минимальное слово. Теперь у вас режиссер, как бы вы его не писали неправильно, вот тут Е, И, Э, ДВ, С, Одна, С. Все, у вас всегда будет Р, Ш, С, Р. То есть они точно будут друг к другу кандидатами. Видите, вот сколько попадает режиссер. Рыжая серия, оружие Зора. Все имеет вот такое. Но несмотря на это, да, они такие кандидаты. Они все превращаются вот в это. Они у нас отметутся по какой-то вероятности, потому что они там и близко друг к другу не переходят. У них там расстояние Винштейна какое-то бешеное будет. Но зато они у нас получили, ограничили себя какими-то кандидатами. Сильно избыточными, но зато вот они там есть. Проблема в том, что бывает, что слова, например, «Солнце». «Солнце» имеет «СНЦ». «Солнце» правильно, это «СЛНЦ». То есть они уже не равны. Можно, например, «ЛНМ» считать за повторяющиеся. Можно «Солнце» поправиться. Но какие-то у вас еще разъедутся. Потому что вы как только считаете их за отдельный, у вас, представляете, сколько классов дробятся. То есть они становятся более мелкими, соответственно, у вас будет меньше кандидатов. Поэтому можете, ну, как бы, извращаться с этим, как вам повезет. Какие-то слова вы будете исправить, какие-то не будете. Вот алгоритм прикольный. Конечно, в таком виде прям для генерации кандидатов он не используется. Вот прям вот, типа, все у нас кандидаты генерятся таким образом. Но он классный для генерации длинных слов. Длинных, сложных слов. Когда есть ошибка. А в таких словах, как раз, часто ошибки совершаются. Почему? Потому что более правильный вариант, скажем так, о котором я вам дальше расскажу, он как раз для длинных слов может работать именно медленно по производительности. Опять же, потому что слово длинное, как бы, и в нем может быть много ошибок, и вам нужно все это дело, словно говоря, перебирать. Да, вот его если сократить по Soundex, то как раз там как раз будет довольно хорошо. Там будет мало кандидатов, и оно будет хорошо находить свои кандидаты. Вот такой вариант прикольный. Soundex. Теперь, собственно, то, что более правильно, скажем так, то, что нам дает более точную и более полную картину. Это использование нечеткого поиска в Боре. Что такое Бор? Кто знает? Это Трай. Суффиксное дерево. Да. Все, суффиксное дерево. Префиксное дерево. Префиксное. Трай, префиксное дерево. Как оно устроено? Если у нас некоторые есть слова или набор слов, мы их все можем поместить в Трай. Например, ну, понятное дело, Трай – это у нас дерево, для тех, кто совсем не в курсе. У нас переход идет по каждому символу. У нас есть там символ Т, да, мы переходим в этот Т. Дальше у нас О. Вот у нас появилось слово ТУ. Мы запомнили, что вот это, ну, там, индекс, поместили слово с каким-то там индексом, значением, там, все что угодно, да, там можем хранить. В этом листе, в этом ноде храним значение, что вот здесь заканчивается слово с таким-то индексом. Замечательно. Дальше ТИ у нас сюда упало, какой-нибудь ТЭД сюда упало и так далее. Вот мы вот так, если много слов туда поместим, у нас получится такой Трай, в котором у нас в листьях или, в принципе, в нодах тоже могут быть, находятся слова. Префиксное дерево. Понятно, вспомнили? Любые слова довольно легко поместить в это префиксное дерево. Таким образом можно поместить вообще весь наш словарь в это дерево, и по нему довольно легко можно будет искать. Как по нему искать, есть ли такое слово или нет такого слова? Представляете? У вас пришло новое слово, там, какой-нибудь ТЭД, вы введете ТЕД, есть. Какое-нибудь слово ТЭЛ, там, ТЕЛ нету. Все, такого слова нет. У нас остается сложнее. Нам не просто нужно ходить по префиксному дереву, а нам нужно ходить, принимая во внимание то, что у нас в каждой букве может быть ошибка. Как нам вот в этом дереве идти по такому слову ошибка и получить правильно, дойти до правильного слова? Разрешить ошибки. То есть мы берем, и разрешить ошибки. Получается, идем, пока не набавали. То есть мы, да, ну, поиску в ширину пол, и мы обрубаем ветки, или глубину, как только пол. Совершенно верно. Мы находимся в каждой ноде, да, в какой-то ноде находимся. У нас есть какая-то текущая буква. Есть два варианта, ну как, как минимум два варианта. В ней нет ошибки, да, у нас есть буква А, мы, соответственно, идем до буквы А, как есть. Тогда у нас никакой ошибки не происходит, у нас никакого штрафа нет, никакого веса нет. Ноль, да. Либо мы, например, сделали какую-то ошибку. Вместо А набрали, точнее, А набрали вместо О. Тогда мы можем перейти в ноду с буквой О. Но тогда нам нужно запомнить вот этот вот вес некоторый, некоторую ошибку, которую мы накапливаем. Ну или вообще вот этот вес, вероятность, если почитать такое исправление, там в Е, например. Ну и так, во все другие буквы мы должны перейти. Потому что мы вот здесь вот можем совершить ошибку. Одну букву, ну как бы произвольную букву на эту А, на самом деле, извините. Дальше следующую букву Ш. Мы находимся в какой-то ноде в А. Мы можем пойти по Ш, по Щ и по всем другим буквам. Если мы идем по совпадающей букве, значит, там никакой ошибки нет. А как была, так и есть. У нас просто обычный поиск. Если мы идем по другой буквы, мы вот этот некоторый вес должны учитывать здесь. Итак, мы идем, вот это по всему дереву фактически собираем всех кандидатов. Как только мы дошли, собственно, до нужного конца, мы по этой ветке мы дошли до слова ошибка, прям правильное слово, да? Дошли по какой-то ветке, там еще куча других слов, которые там неправильные. Но для всех мы знаем некоторый вес. Что вот до слова ошибка мы дошли с таким-то весом, до слова ошибка без вообще исправления мы дошли с нулевым весом, да? И так далее. Соответственно, как это дело нам искать? Можем считать такую вот формулу для веса. Здесь есть два слагаемых. Первое слагаемое учитывает, собственно, вес того кандидата, в который мы сейчас попадаем. Второе слагаемое учитывает вероятность того, что мы сделали такую ошибку. То есть смысл в чем? Если то, во что мы исправляем, очень частотное, то даже если вероятность сделать такую ошибку низкая, это все равно имеет большой вес. Наоборот, если то, во что мы исправляем, не частотное, но вероятность сделать такую ошибку большая, то у него тоже будет большой вес. То есть два слагаемых. Это отвечает за вероятность ошибки, это за частотность. Такое некоторое объединение. Здесь модель ошибок, здесь опять же модель языка. мы учитываем то и другое для того чтобы считать вот этот вес вес когда мы переходим по бору опять же хранить все вообще все варианты довольно затратны и очень долго храним например н лучших кандидатов всегда храним н лучших кандидатов когда идем по этому бору таким образом мы точно соберем самый лучший ну где такой там самый ближайший по вот этого критерию частотно из на меньше ошибка мы их соберем по вот этой вот метрики фактически у нас будут топ-1 лучших кандидатов как стать лучше хранить как лучше хранить правильно вопрос как учесть вставку удаления символов в таком варианте хождение по бору почему нулевый вес проблема в том что вот смотрите вы ошиблись попустили букву не знаешь там ша или паще первую букву пропустили куда вам идти что вам делать ну вы как бы короче вы переходите но здесь не сдвигайтесь вас как бы остается все что у слова либо наоборот вы удаляете и сразу идете уже на следующую но запоминаете соответствия удаления или вставки точно пойдем одно дело вы идете на другую букву вы считаете что это мы заменили от букву а на букву а вы можете пойти считать что у вас буквы там а вообще не было сразу 5 иди там букву а там ставили за 4 или сразу эти букву ша считать что удалили то есть просто дополнительные ребра на удаление на добавление добавлять ну появляются соответствующим весами естественно на вероятность удаления и совесть вероятностью префиксов соответствующих хорошо это учли теперь мы для каждого слова на генерировали его варианты вот таким образом например для слова скачать у нас появились слова скучать скачать откуда слова скачать господи такого слова то нет из наших логов запросов у него есть какая-то вот вероятность в скобочках вероятность частота но 37 скучать на 97 слова скачать 23 аж вот здесь у нас есть три варианта это кстати у слова скачать до у самого этого слова варианта появились дальше слова патч это может быть плач патч печь опять же здесь 040 23 086 кроме того мы знаем вероятность то что эти слова встречаются друг с другом запросах скачать патч некоторые числа нам 22 условно в этих там 040 02 таким образом можно такой граф построить вот такого как они соединяются с какими весами да вот эти все варианты последовательно а дальше мы ищем там как фактически такой кратчайший точек максимальный путь в графе все просто вы находим у нас получается осмысленный запрос потому что у нас каждый ребро там но факт не то что даже каждый ребра в суммарно весь графом максимально часто встречается со всего ребрами все скачать патч для игры адекватный запросов не скачать плач для игры там скачать доли тигр какой-нибудь дальше скачать то же самое как здесь скачать патч тоже самое с такой же ошибкой дальше ярославная ярославный скачая опять же скачать такие же варианты замены плач такие же времена замены но теперь ярославные у нас здесь появляется 05 очень высокая связанность плач ярославную они идут прямо очень часто вместе у нас получается что суммарно вот этот путь теперь самое лучшее не знаю то что скачать там скачать и плач довольно редко встречается скачать плач но суммарно у нас вот этот запрос получился самый адекватный у нас не получилось там скачать патч ярославная да вот это вот бред соответственно поэтому вот в графу идете находим максимальный путь получаем получаем осмысленный запрос отлично и так что мы теперь получаем какая у нас получается архитуры нашего общества у нас есть словарь у нас есть сбоку тогда у нас есть модель языка да здесь смотря ошибок это у нас все используется вместе в наварим собственно для того чтобы сгенерировать кайдал как дальше навели кандидатов у нас теперь есть вот эти варианты исправления запросов здесь я вам суммы один сгенерировали да она вообще можем хранить их несколько вариантов самых лучших там какой такое такой дальше раз должна работать некоторый классификатор который скажет вот Такой запрос оригинальный. Нужно ли исправлять такой вот исправленный запрос или не нужно? Если классификатор на любой запрос, который мы ему дали, сказал, что не нужно исправлять, значит запрос исправлять не нужно, он и так без ошибок. Если он сказал, что нужно исправлять, у вас он опять же может на несколько сказать, что можно исправлять. Можно в такой исправлять, можно в такой исправлять. Дальше у вас должно быть некоторое ранжирование вот этих кандидатов. Самое простое ранжирование это, собственно, по вот этому весу, по сути. Вот если там для такого, для такого, например, сказал, что нужно исправлять, Потом по весу смотрите, какой из них более вероятный фактически, какой вес больше набирает, то и оставляется. В общем случае, опять же, вы можете здесь тренировать какую-нибудь модель хитрую. Ну и в конце вам нужно решить, как вам запрос показать. Автоматически его исправить или предложить исправление? По сути, уверены ли вы в этом исправлении или не уверены? Отлично. Значит, что касается классификатора. Как я уже сказал, у вас есть запрос «Нечетный пиоск строки». У вас есть варианты, вы нагенерировали варианты. «Нечеткий поиск строки» и «Нечеткий писк строки». Не может быть такие варианты? Попалее себе может быть. Здесь всего одну букву нужно удалить. Классификатор вам нужно сказать, что вот это вот окей, это вам подходит, а вот это вот не окей. Так вот исправить не нужно. Для этого делаем некоторый ML-классификатор. В качестве факторов можем учитывать разные фичи. Можем их сделать по запросам, по целому запросу. Учитывайте длину запроса в символах и словах. Учитывайте частотность всего запроса. Учитывайте, собственно, языковой вес всего этого дела. Что еще можете про запросы придумать? Вот когда у вас есть два запроса, насколько они друг на друга похожи или не похожи. Дальше. Про само исправление. У вас один запрос – это исправление другого запроса. Значит, у вас есть какие-то ошибки, вы исправили какие-то ошибки. Про само исправление вы должны знать. Вес исправления из модели ошибок. Собственно, вероятность контекста, который стоит рядом с этими словами, в которых есть ошибки. Но опять же и так далее. То, что вы еще можете придумать про исправление, все, что вы придумаете. Поведенческие. Третья важная часть у вас, которой не будет, скорее всего. Хотя, что считается поведение? Если пользователь соглашается с вашим исправлением или не соглашается с вашим исправлением, вы это можете учитывать. Если почему-то ваша система решила, что это надо исправлять, а все пользователи говорят, нет, 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 это тот же ждун, все начали исправлять. Типа, нет, теперь ждун, не нужно там исправлять. Вы это дело сохраняете и можете использовать. У себя как минимум в классификаторе, а почему вы можете еще в ней рады использовать. Это поведенческие факторы. Таким образом вы делаете модель машинного обучения, обучаете его на каком-то хорошем корпусе исправлений, например, собираете на асессорах, может быть, еще где-нибудь собираете, не знаю, на асессорах изначально все это дело собираете. Обучаете и получаете соответствующий классификатор. Замечательно. Ранжирование. Как я уже сказал, самый простой вариант. Сортируем по весу ошибки. Сложный вариант. Также берем множество факторов. Сстроим классификатор некоторые лучше, хуже. У нас ранжирование, можем попарно просто сравнивать два варианта. И каждый с каждым сравнили. Вариантов там обычно немного. Там, может, несколько десятков, это самое максимальное. Кто выиграет, кто лучше. Кто, оказывается, лучше всех фактически. Ну, вообще, ранжирование, опять же, куча вариантов, какие хотите. У вас из дата-майнинга, вы знаете, да, как ранжирование делалось. Отлично. Самый простой вариант. И в домашке, скорее всего, вот это прокатится. Сортируем по весу ошибки. Отлично. Дальше. Представьте себе, что у вас есть такой запрос. Совершенно реальный запрос. Метод государственной поддержки литера ткра. Значит, он исправляется итерациями. Сначала мы исправляем вот здесь вот ошибки. Потом исправляется вот здесь вот ошибка. В конце еще исправляется вот здесь ошибка. Получается метод государственной поддержки литераторов. Как нам добиться того, чтобы у нас происходили такие исправления? Чтобы мы могли вот так итеративно исправлять. Потому что сразу исправить из такого в такого, ну, там, нереально. У нас просто не вытянет по весу ошибки. Вот из такого делать вот такое. Ну, наверное, сначала надо исправлять те слова, которые наиболее вероятны. Есть ошибки на типу государственной. Поддержки и поддержки. Сначала ее, наверное, надо исправить. Потом, наверное, надо посмотреть вероятность того, что государственной не поддержки менее вероятны, чем государственной поддержки. Вот, и дальше и по запросам смотреть totals на поддержке чего бывает. Хорошо. Но здесь самое важное то, что вы после того, как вы сделали первое исправление, вы делаете еще исправление, пытаетесь сделать еще исправление. Да. Поэтому здесь нужно вязать что-то, чтобы после того, как вы исправили этот первый раз запрос, вы еще раз спрошете его на исправление. Потом еще раз исправление. Когда остановиться, кстати? Когда у нас достаточно малый, когда у нас десклавные. когда не будет классификатор говорить ни на одно исправление что можно исправить ну да красную какой еще не будет ни во что исправляться все вы говорите исправить запрос все не могу спросил в жизни ваша придется что вы имеете за прикрутить морфологию граммать вопрос к вам на как мы исправили государственной поддержки правильно ну если хоть наш плохой у вас классификатор в этот самый генератор там и все остальное ну а как у вас вот у вас здесь фактически есть вы выбираете варианты зная бигграммы граммную статистику как минимум грамм на значит что вот учетом государственной поддержки есть же слова государственные и слова поддержки но вместе государственной поддержки встречаются то этого статистика будет гораздо больше чем у государственные у вас модель языка скажет что там е на и исправить ну довольно вероятно потому что часто там условия бывает такая ошибка ну из какой-то какая с какой вероятностью частот модели языка скажет туда вот такой справедовали неисправление такое словосочетание довольно вероятно ну все равно вас победить просто но если не победит значит где-то плохо там либо статистику собрали либо классификатор просто плохой ну так же смотри если она редко встречается ну грубо говоря то на запросе редко встретиться такое но в общем случае если ты берешь ну как бы правило ты всегда есть короче варь поэтому тебе нужно взять там запросы за большой проживок времени эти могу сказать что типа у тебя у нас по-любому там есть все варианты это особенно биграмм опять же снег биграмм они должны как это покрываться тому не граммами там друг с другом и тогда как раз сглаживанием как тоже покрываться в целом да вот если у вас какие-то слова редкие в правильном падеже вы их не справить просто это правда вы не сможете понять что такое такое сочетание правильно ну либо прикручивать уже какую-то морфологию фаллы тоже такое прикручивать морфологию всех запросов есть разбор морфологически да но как понять что у вас вот это сочетать с этим правильно неправильно ну это отдельный вопрос что вот здесь может быть у тебя вот этот друг с другом сочетается вот это как бы вторая часть уже идет где у нас тоже там вторая часть то есть они не друг с другом считается это нужно сначала разбивать понять кто с кем связан именно где тут ну то есть такое уже сильно такие задачи от нужно для нас ну то для поиска для исправления печаток это не нужно здесь как бы все на статистике базируется если там реально куни там делайте семантический там реально разбор понимаете где какой объект какое слово с чем связано там api там такими любви заниматься очень сильно они там прямо из текста выделяют объекты связи там вы с этими объектами там качестве четко уже делается морфологическим разбором и так далее статически дальше последний классификатор авто саджест это может простой классификатор опять же мы делаем некоторую границу по уверенности классификатора fix на если уверены сильно то говорю что нужно автоматически исправлять если не уверены то говорю что мы просто предлагаем вариант типа возможно вы имели ввиду такой прям да опять же есть вероятность что есть в такой момент что вероятность про не высокая но не факт что есть ошибка да вот там в нс в мтс там или пагода в погоду вероятность исправления высокая но не факт что есть ошибка поэтому часто что если кто-то сильно уверен не факт что все нужно авто показать нужно можно собрать опять же используйте фичи которые в классикаторе fix на были но он обучить другую модель который будет вам говорить уже нужно авто исправить или не нужно авто исправлять а это можно собрать уже например по статистике клика в пользователя если пользователь в на ваше исправление это пытается отказаться то это плохо если он кликает вот выдачу что значит вы хорошо сделали и так на этом фактически вы можете варьировать на ставить обучающее множество и на этом вы часы когда нужно авто когда нужно предлагать итак теперь у нас немножко усложнилась архитектура у нас появились террации высок мы сделали ранжирование получили самый лучший вариант мы должны отправить с обратного генератора еще раз исправить запрос да и так по кругу ходить пока у нас классика то не выдаст нам замечательно теперь берем все к нашему любимому запросу вот этот запрос нужно исправить этот запрос про его в том что у нас много разных исправлений сначала мы исправим раскладку потом исправим склейку потом исправляем в словах на эти символы собственно это означает что нам нужны разные генераторы разные классификатор на каждый тип из исправления на склейку на расклейку раскладку там и на собственно словарное исправление поэтому архитектура еще немножко усложняется у нас получает получается генератор слов для для слов собственно для исправления слов не раз склеек для того чтобы исправление склейку генератор расклеек чтобы мы могли расклеивать слова и генератор перераскладки чтобы могли собственно расставку менять они все разные да они по-разному устроены например раскладка там вообще даже и разбиение запросы другое как я говорил естественно все они генерируют свои варианты у всех ей может быть свой классификатор который пропускает или не пропускает соответствующие варианты дальше мы ранжируем из всех вариантов почему из всех аранжируем они каждый каждый ранжируем потому что у нас уже у запроса мы должны посмотреть как раз какое исправление есть более вероятного живота за искрой صь bliz провели раскладке что сначала себя сначала исправить слова потому что исправить распадку или наоборот вот в это не стиль geenожч мы же на самом деле здесь тоже могли сначала исправить к слова там игрек там на что-то заменить нам дэль давай 2й вот где у нас есть ошибки а потом уже в самом конце удивить раскладку или там разлепить сразу могли вот здесь как раз скажу я должен выбрать какое исправление самое вероятный выбрать его а а потом уже итеративно, опять же, итерациями поставить на следующий еще раз, и еще раз это дело пытается исправить. После того, как мы выбрали самое лучшее, вот это много раз по итерации провели, идем к классификатору автосажезда, смотрим, нужно ли это исправить или не нужно, автоматически или не нужно. Замечательно. Какие у нас проблемы остаются? Во-первых, остаются проблемы с названиями домена. Это необычные слова. Это go.mail.ru.kg. kg это килограммы. Если мы разбиваем по точкам, вот у нас очень нормальная кг, килограммы как бы. Нужно ли это исправить, не нужно ли это исправлять, это довольно сложно сделать, чтобы этот сплощекер автоматически мал на mail вместе с кг исправил. Дальше, что от пунктуации. Есть сущности, которые не нужно делить по пунктуациям. Вот этот e-mail должен идти целиком, как один токен. Если мы его будем разбивать по точкам, по всеми пунктуациям, мы получим кучу разных слов, которые можем реально исправить. А это не нужно было исправлять. Ну и вот такие там smart, там что-то такое. Учет регистра букв в конце, когда мы уже исправление получили, мы должны вернуть регистр. Вот ввел пользователю вот так. Вот его нужно исправить и, собственно, вот таким образом его показать. Ровно там, где он вводил большую букву. Все. Спасибо за внимание. Теперь вы знаете, как делать этот самый сплощекер. Не забывайте отмечаться, оставлять отзывы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok